Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Зарплатные ожидания Кировчан одни из самых низких в стране. По зарплатным ожиданиям наш регион оказался на 82-м месте в России. Местные жители в среднем хотят получать чуть больше 36 тысяч рублей. Это почти на 19 тысяч меньше, чем в среднем по России, отмечается в исследовании Headhunter. Что касается разделения по сферам, там самые высокие запросы у тех, кто работает в добыче сырья. Они рассчитывают на зарплату в районе 52 тысяч рублей. А вот административный персонал готов работать в среднем за 32,5. Самые высокие зарплатные ожидания в Чукотке – 92 тысячи рублей. При этом, например, жители Москвы в среднем рассчитывают на зарплату в 78 тысяч. В Кировской области в этом году выявили 12 черных кредиторов. Это компании, которые работают нелегально. Всего по России таких выявили более 1200, а также почти 1500 компаний с признаками финансовых пирамид и свыше 900 нелегальных форекс-дилеров. Рассказывает управляющий отделением Киров Волговятского главного управления Банка России Сергей Крюков. Выдавать кредиты могут только банки, а займы – микрофинансовые организации, кредитно-потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные и ломбарды. Если разрешения у компании или лицензии у банка нет, а они все равно привлекают клиентов, то это нелегальные кредиторы. Обращаясь к ним, каждый рискует потерять свои деньги. Проверить, легально ли компания предоставляет финансовые услуги, можно на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию». 42 миллиона выделят на озеленение Кирова в 2023 году. Такая сумма заложена в бюджете. Она гораздо меньше той, которая требуется на проведении всех необходимых работ. Это 150 миллионов. Городские власти намерены обратиться за помощью к правительству области. Плюс, по словам сети-менеджера Вячеслава Симакова, к озеленению хотят привлечь бизнес. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.